РОАД Ньюз – самые динамичные новости РОАД продолжает развивать своё присутствие в различных регионах России, укрепляя связи между всеми участниками авторитейла для более плотной работы на местах и эффективного взаимодействия с органами власти. Уже сформированы советы в Приволжском, Уральском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Сегодня мы поговорим про Урал. Руководителями совета тут являются Байтингер Олег, Анатолий Киселёв и Павел Шестопалов. На данный момент в этом регионе ведут свою деятельность 20 членов РОАД, среди которых автоцентр Керк, Автомир, Фрэш Авто, Аками, Клоас, Регинес, Сатурн Эрн Авто и многие другие. Если говорить в целом, то на территории Уральского округа работают более 150 дилерских центров. На мой взгляд, РОАД как раз-таки один из достаточно мощных инструментов, который может нам помочь в этой ситуации. Тем более, в ситуации, которая развивается в этом году. Достаточно непростой. Основные темы, которые сегодня стоят на повестке дилеров Урала, такие же, как и у всех участников авторитейла России. Это и закон о защите прав потребителей, так как некоторые импортеры не в состоянии обеспечить гарантийную поддержку, и наличие двойного НДС. Ну и, конечно, параллельный импорт. Дилеры, входящие в РОАД в регионе, понимают, что такие глобальные вопросы можно решить только обмениваясь опытом и действуя консолидированной позицией на уровне госструктур. РОАД, можно сказать, это единственная площадка на сегодня, которая реально может помочь по-другому посмотреть на работу совместную или взаимодействие, прежде всего. По нашим очень злободневным вопросам. Вот тоже, что касается там и параллельного импорта, и работы с госструктурами, консолидировать свои возможности в юридическом направлении, ну, в каком угодно. Можно там перечислять до бесконечности все эти идеи и способы. Уход производителей из России является ключевой проблемой сегодняшних реалий. Региональный совет Уральского округа помогает дилерам донести свою позицию до дистрибьютора, чтобы разрыв контрактных обязательств происходил цивилизованным образом с учетом финансовых издержек и гарантийных обязательств перед клиентами автосалонов. Благодаря совместной работе формируются алгоритмы поведения и выстраиваются схемы решения столь сложного вопроса. Плюс, как я говорю, количество тех автомобилей, которые каждое дилерское предприятие реализовало в рамках гарантийных обязательств, которые еще действовали. Там тоже, это же гарантийное возмещение. Мы должны выполнить свои обязательства перед нашими покупателями. Поэтому, я думаю, это может исчисляться для каждого автоцентра десятками миллионов рублей. Но это, если хотите, некая компенсация. Сегодняшняя ситуация очень сложная, как и для любого бизнеса в нашей стране, и для автомобильного бизнеса тоже. Но жизнь такова, что хороший бизнесмен всегда приспособится и будет искать новые возможности. Это делаем и мы, и я уверена, многие, и все, наверное, дилеры любых брендов. Региональный совет также занимается организацией круглых столов и бизнес-завтраков. Совсем недавно состоялось подобное мероприятие, на котором обсуждали проекты и инициативы РУАД, а также прошли выступления спикеров от Авитоавто и Автору. Мы призываем всех членов активнее включаться в рабочие процессы ассоциации. Вы можете направлять запросы и обращения в адрес председателя регионального совета. Также мы призываем дилеров, не входящих в РУАД, скорее вступать в наши ряды. Чем больше нас будет, тем громче будут слышны наши голоса. В настоящее время ассоциация представляет интересы более 1300 дилерских центров. Для того, чтобы такая крупная ассоциация двигалась только в правильном направлении, еще 26 лет назад были заложены правила организации и ее деятельности, которым РУАД следует и по сей день. Одним из главных пунктов – это выборы президента ассоциации, которые осуществляются на демократической основе общим собранием ассоциации, где каждый дилерский центр, являющийся членом РУАД, имеет право голоса. За всю историю деятельности были избраны 11 президентов, которые по уставу избираются сроком на два года, но не более двух раз подряд. На данный момент подходит к концу первый срок президентства Вячеслава Зубарева, а значит, началась предвыборная гонка. В ней примет участие сам Вячеслав, так как он претендует на второй срок, Алексей Подчиколдин из БН Моторс и Вячеслав Жигалов из Петровский автоцентр. Итоговое голосование пройдет в рамках форума «Росавтодилер». Будущему президенту предстоит решать сложные задачи по сохранению отрасли, поддерживать активный диалог с госструктурами и органами власти. Все три участника подготовили свои предвыборные программы. Вы сможете узнать о их идеях развития авторитейла. В следующем выпуске мы подробно расскажем про каждую из них. Также состоится запись видеоинтервью, где кандидаты расскажут о себе и планах на будущее в роли президента. Просим всех членов РУАД принять участие в голосовании. Ваш выбор по-настоящему важен. РУАД Ньюз. Самые динамичные новости.